Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией Ламбер, Сижезбер, Адан или Адан Старший. Французский скульптор эпохи барокко и один из зачинателей стиля рококо во Франции и фрейдрицианского рококо в Пруссии. Я пользуюсь википедией. Родился в герцогстве Лотаринге 10 октября 1700 года. Происходили старинные лотаринцы семьи скульпторов, мастеров бронзового литья, старшие из трех сыновей известного скульптора Жакоба Сижезберга, Адана. Художественное образование получил под руководством отца в его мастерской в Меце и затем с 1719 года в Париже у своего дяди по линии матери Клода Мишеля Кладиона. А после его ранней смерти в парижском артиле скульптора Франсуа Дюмо. После получения престижной римской премии в 1723 году молодой скульптор вместе с Бушардоном уехал в Италию, где оставался 10 лет. Продолжил обучение во французской академии в Риме, изучал античную скульптуру, в том числе по оригиналам знаменитых римских коллекций и слепкам французской академии в Риме. Был очарован римским барокко в лице выдающегося скульптора Джованни Лоренцо Бернини. В эти годы Адан был протеже посла Франции при папском престоле кардинала Бельхиора де Полиньяк, для которого выполнял копию античных статусов. Занимался также реставрацией античной скульптуры, которую в то время извлекали при раскоп в районах Рима. С помощью Бельхиора де Полиньяка Ламбер Сижесбер получил разрешение копировать скульптуру Ареса из коллекции Людовизи, в то время как его коллега Бушардон выбрал фавна Барберид. Обе работы прибыли в Париж в 1732 году. По заказу папы Климента XII между 1732 и 1734 годами Адан выполнил один из рельефов для капеллы Арсини в базилике Сан-Джованни-ин-Латерана. Это проект архитектора Александра Галилея. В 1732 году был принят член Академии Святого Луки. В августе 1730-го папа Климент XII распорядился составить новый проект фонтана Треви в Риме после того, как работа была прервана из-за смерти Бенедикта XIII. Адан и Бушардон представили каждый свой проект. Но строительство в октябре 1732 года было официально поручено архитектору Никола Сальвий. Был принят в Королевской академии живописи и скульптуры в Париже и стал скульптором короля. Он получил свой первый заказ от герцога Людовика Орлеанского на скульптуры водного каскада в парке Сен-Клу, для которого создал аллегорические фигуры Сены и Марк. Адан соперничал с Бушардоном, который также делал скульптуру для фонтана. После возвращения во Францию Ламбер Сижесбер работал вместе со своими братьями. Братья получили заказы от двора на создание скульптур для королевских парков. Их наиболее известной совместной работой является труппа Триумф Нептуна и Амфитриты для бассейна Нептуна Версальского парка. Ламбер Сижесбер и его брат Франсуа Гаспар выполняли заказы для короля Пруссии Фридрика II Великого, который обустроил в то время парк Сан-Суси в Котсдаме, чем внесли свой вклад в формирование оригинального художественного стиля фридрианского рококо. Умер скульптор 12 мая 1759 года в возрасте 58 лет. Вот так вкратце из Википедии о французском скульпторе эпохи барокко Ламбер Сижесбер Адам или Адан Старший. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok